Гедеон. Из числа судей Гедеон прославился тем, что с малым войском при помощи Божьей избавил евреев от врагов-мадианитян, которые угнетали евреев семь лет. Евреи должны были скрываться от них в ущельях и укреплениях. Такое несчастье заставило евреев одуматься и обратиться к Богу, тогда милосердный Господь послал им Избавителя в лице Гедеона. Однажды Гедеон готовился бежать от врагов и выколачивал, молотил пшеницу, чтобы запастись хлебом на дорогу. В это время явился ему ангел Господень и повелел собрать войско против неприятеля. Гедеон, исполняя повеление Божье, начал собирать войско и собрал тридцать две тысячи воинов. После этого Гедеон обратился к Богу с просьбой дать ему знамение, доказательство, что действительно Господь через него спасет народ израильский. Гедеон молился так. Господи, вот я растелю здесь на гумне стриженную шерсть, руно. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле суха, то буду знать, что ты спасешь Израиля моею рукою. Молитва Гедеона была услышана. На другой день, встав рано, Гедеон стал выжимать шерсть и выжил из шерсти, покрытой росою, целую чашу воды. Но Гедеон снова обратился с молитвой к Господу. Господи, не прогневайся на меня, если я еще раз скажу. Пусть будет суха на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса. Бог услышал и вторую молитву Гедеона и сделал так в ту ночь. Только на шерсти было сухо, а по всей земле была роса. Тогда Господь сказал Гедеону, — Народа, войска с тобою слишком много. Я не предам, — Мадеонитян в руки их, — чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал, — Моя рука спасла меня. Потому Господь повелел Гедеону отпустить домой всех, кто боязлив и робок. И возвратилось домой двадцать две тысячи человек, а у Гедеона осталось десять тысяч человек. Господь же снова сказал Гедеону, — Все еще много народа. И повелел Гедеону повезти всех к воде. По указанию Божию Гедеон отделил тех, которые пили воду, почерпая ее горстью руки, от тех, которые пили прямо ртом, наклоняясь к воде. Пивших воду горстью руки оказалось триста человек. И сказал Господь Гедеону, — Тремястами я спасу вас. Гедеон взял с собою триста воинов, съестных припасов и трубы, а остальных отпустил домой. В ту ночь Бог велел Гедеону побывать в стане мадианитян. Мадианитяне и амаликитяне расположились в долине в таком множестве, как саранча. Верблюдам их не было числа, много было их, как песку на берегу моря. Гедеон со слугой своим фарой пробрался в стан мадианитян и слышит, как один воин рассказывает другому свой сон, будто бы по стану мадианскому катился кругло-ячменный хлеб. Прикатившись к шатру, ударил в него так, что шатер упал, опрокинулся и рассыпался. На это другой воин ответил, — Это не иное что, как меч Гедеона, которому Бог предаст в руки мадианитян. Гедеон очень ободрился. Возвратившись в свой стан, Гедеон разбудил своих воинов, дал каждому светильник, покрытый кувшином, и трубу, разделил всех на три отряда и приказал им окружить неприятельский стан и делать то, что будет делать его отряд, и кричать «Меч Господа» и Гедеона. Когда все были на местах, Гедеон приказал своему отряду разбить кувшины и с зажженными светильниками трубить в трубы и кричать «Меч Господа» и Гедеона. То же сделали и другие два отряда. На мадианитян напал такой страх и ужас, что они в великом смятении и темноте стали убивать друг друга и, наконец, обратились в бегство. Гедеон разбил их совершенно и с огромной добычей возвратился домой победителем. После этой победы израильтяне предложили Гедеону и его потомкам царскую власть над собою, но он отказался и сказал «Ни я не буду владеть вами, ни сын мой. Господь довладеет вами». Самсон Судья Самсон знаменит был необычайную сверхъестественную силою. Он с самого рождения своего, по наставлению ангела Господня, был посвящен своими родителями Богу и в знак этого не должен был стричь своих волос. Однажды в поле напал на него молодой лев. Самсон схватил льва за пасть и разорвал его, как козленка. Много раз враги израильтян-филистимляне покушались схватить его, но всегда безуспешно. Один раз он разорвал на себе новые крепкие веревки, которыми он был связан. В другой раз ослиную челюстью избил тысячу филистимлян. В третий раз унес на своих плечах ворота филистимского города Газы, в котором хотели его держать в плену. Наконец, одна филистимлянка по имени Долида, которую он полюбил, узнав, что сила его и крепость заключается в длинных на голове волосах, во время сна остригла его и придала в руки филистимлян. Они взяли его, выкололи ему глаза и посадили его в темницу. А ковав его двумя медными цепями, они заставили его работать на себя. Между тем волосы на голове Самсона начали отрастать, а вместе с ними стала возвращаться и его сила, так как душа его очищалась раскаянием от своих заблуждений. Однажды филистимляне вывели Самсона во время праздника на всенародное поругание в свой языческий храм и смеялись над ним. Самсон попросил отрока, водившего его за руку, подвести его к двум столбам, на которых держалось все здание, чтобы прислониться к ним. Помолившись Богу, он уперся в столбы руками и сдвинул их с места. Здание обрушилось. Под развалинами здания погибли все филистимляне, бывшие там, а с ними и сам Самсон. Самуил Последним судьею народа израильского был пророк Самуил из Колены Левия. Родители Самуила долго не имели детей. Однажды мать Самуила, Анна, во время усердной молитвы перед Скинией, дала Богу обет. Если у нее родится сын, то она посвятит его Господу. Молитва Анны была услышана. Через год у нее родился сын. Анна назвала его Самуилом, что значит «испрошенный у Бога». Когда Самуил подрос, мать привела его в Скинию и отдала первосвященнику Ильию на служение Богу. Первосвященник Ильи был в то время также и судьею народа израильского. У первосвященника Ильи было два сына — Офни и Финиес, которые были священниками при Скинии, но они были люди порочные, без благоговения совершали службу Божию и своим дурным поведением развращали народ. Ильи видел благочестие Самуила и поставил его на служение при Скинии. Самуил спал всегда внутри Скинии, недалеко от места, где спал Ильей. Однажды Самуил сквозь сон услышал голос, который звал его. — Самуил! — Самуил! Самуил тотчас побежал к Илью и сказал, — Вот я! Ты звал меня? Илья ответил, — Я не звал тебя. — Пойди назад, ложись. Самуил пошел и лег, и снова голос позвал его. — Самуил! — Самуил! И вторично Самуил пришел к Илью, но Илья снова ответил, что он не звал его. Когда же это повторилось в третий раз, тогда Илья понял, что отрока зовет Господь и сказал ему, — Пойди назад и ложись. Если тебя еще позовет голос, ты скажи, — Говори, Господи, ибо слышит раб твой. Самуил лег и опять услышал голос, звавший его. Самуил ответил, как научил его Ильей. Тогда Господь открыл Самуилу, что весь дом Илья погибнет за то, что Илья знал, как нечестиво поступают сыновья его, и не обуздывал их. На другой день Самуил передал Илью, что сказал ему Господь. Ильей с покорностью принял предсказание. Скоро исполнилось предсказание Самуила. Филистимляне напали на войско израильское и разбили его. Тогда Ильей, по просьбе старейшин израильских, послал в стан ковчег завета со своими сыновьями, священниками Офни и Финиесом. Но ковчег не помог израильтянам. Они снова были разбиты филистимлянами. Офни и Финиес были убиты, а ковчег был взят в плен. Так Господь показал людям, что святая вещь не поможет тому, кто не уважает святых заповедей Божьих. Или, узнавши, что ковчег взят филистимлянами, упал навзничь с седалища и умер. Ковчег же завета, будучи великой святыней Господней, недолго оставался у филистимлян. Сам Бог вразумил их тем, что их идол Дагон был разбит. У жителей того города появились мучительные наросты на теле, а мыши наполнили поля их. Устрашенные филистимляне поставили ковчег завета на новую колесницу, запрягли в нее двух молодых коров и отпустили из своей земли. Коровы, никем не управляемые, сами пошли в израильскую землю. Израильтяне с великою радостью встретили ковчег завета. После судьи израильского первосвященника Илья поставлен был судьею народа израильского пророк Самуил. Самуил управлял народом не только как судья, но и как пророк Божий. Он убедил евреев истребить всех языческих идолов, какие были у них, молиться Богу о прощении и поститься. Весь народ каялся и говорил, согрешили мы пред Господом. По молитве Самуила Господь избавил евреев от власти филистимлян. Самуил был строг и правосуден и пользовался от всех большим уважением и любовью. Он управлял народом сорок лет. Под старость он передал власть двум своим сыновьям, которые брали подарки и судили несправедливо. Нетерпеливые евреи стали просить Самуила, чтобы он поставил над ними царя, как и у прочих народов. Самуил старался убедить народ остаться при прежнем правлении, но безуспешно. Тогда Самуил помолился Господу, и Господь сказал ему, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Потом Господь сказал, чтобы он предупредил евреев, что царь заставит весь народ служить себе, возьмет себе лучшие земли, лучшее имущество народа, и они должны будут все отдавать царю. Но народ не внял предостережением Самуила и сказал, нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы. По повелению Божию Самуил помазал на царство Саула, возлив на голову его священный елей, жидкое растительное масло. И тогда Дух Святый сошел на Саула и получил Саул свыше силу управлять народом. История Руфи Во времена Судей соседние языческие народы были постоянными врагами израильтян. Но бывали случаи, когда некоторые язычники из этих народов принимали веру в истинного Бога, и тогда израильтяне считали их своими едино-племенниками. Такой была муавитянка Руфь. Вот ее история. В Вифлееме Иудейском жил человек по имени Елемелих с женою Наименью. У них было два сына – Махлон и Хелион. По случаю голода Елемелих вынужден был с семьей переселиться на поля Муавитские. Там Елемелих вскоре умер. Сыновья его женились на муавитянках Орфи и Руфи, и, прожив с ними не более десяти лет, оба умерли. Осталась вдова Ноимень с невестками. Ноимень, услышав, что Господь послал богатый урожай в земле израильской, решила возвратиться в свое отечество. Пошли с нею и обе невестки. По дороге Ноимень стала уговаривать их возвратиться домой. Она говорила им, «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость за то, как вы поступали с умершими и со мною». И поцеловала их. Но невестки рыдали и плакали, и не хотели с нею расставаться. Но все же одна из них, Орфа, со слезами послушалась Ноимень и возвратилась домой. Руфь же сказала, «Где ты будешь жить, там и я. Твой народ будет моим народом, твой Бог — моим Богом. Одна смерть разлучит нас с тобою». Ноимень и Руфь, придя в землю израильскую, поселились в городе Вифлееме и питались колосьями, которые Руфь подбирала на сжатых полях. Этого было достаточно для пропитания, так как в законе Господнем написано, «Когда будешь сжать жатву на земле твоей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай. Оставь бедному и пришельцу». Господь Бог наградил Руфь за ее привязанность и почтительность к своей свекрови. У израильтян был закон, если кто-нибудь из них умирал, не оставив детей, то ближайший родственник должен был жениться на вдове умершего, и дети от этого брака считались детьми умершего. Этот закон назывался законом ужичества. В это время в Вифлееме жил богатый человек Воос, родственник умершего мужа Руфи. По закону ужичества Воос женился на бедной муавитянке Руфи. Когда у них родился сын Овид, женщины говорили Нуимине, «Благословен Господь, что он не оставил тебя без наследника, да будет славно имя его в Израиле». Наиминь радовалась и была нянькой Овида. Имя же Овида действительно прославилось во Израиле, ибо он был отцом Иесея, отца царя Давида. Саул, первый царь еврейский Саул был сыном знатного еврея по имени Киса из колена Вениаминова. Он был высокого роста, среди народа он возвышался на целую голову, и не было никого из израильтян красивее его. Вскоре после помазания Саула на царство, Самуил созвал народ, чтобы избрать царя. Бросили жребий. Жребий пал на Саула, и он был объявлен царем. Народ, восхищенный его ростом и красотою, в восторге воскликнул, «Доживет царь!» Когда Саул был поставлен царем, Самуил сказал всему народу, «Если будете бояться Господа и служить Ему, и слушать глаза Его, и не станете противиться повелениям Господа, и будете и вы, и царь ваш, который будет царствовать над вами, ходить вслед Господа Бога вашего, то рука Господа не будет против вас. А если не будете слушать глаза Господа и станете противиться повелениям Его, то рука Господа будет против вас». Саул первое время своего царствования поступал по воле Божией, показывая себя достойным своего избрания. Многими победами над врагами он приобрел в себе любовь народа. Но когда он перестал исполнять повеления Божии, став самонадеянным, то Дух Божий оставил его, и Саул сделался мрачен и жесток. Самуил печалился о Сауле. Господь сказал ему, «Долго ли тебе печалиться о Сауле? Пойди в город Вифлеем, там между сыновьями Иесея я усмотрел себе царя». Самуил пошел в Вифлеем и по указанию Божию помазал на царство Давида, сына Иесеева, из колена Иудина. Дух Божий сошел на Давида. Давид был младший сын Иесея, был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. Он был ловок и отважен, имел кроткое и доброе сердце и славился хорошей игрой на гуслях. На Саула же нападали тоска и уныние от действия злого духа. Ему советовали развлекать себя музыкой и сказали, что в городе Вифлееме у Иесея есть сын Давид, который хорошо играет на гуслях. Давид был призван во дворец, и когда он приходил и играл на гуслях, тогда Саулу становилось отраднее и лучше, и злой дух отступал от него. Победа Давида над Голиафом Однажды в царствовании Саула у евреев была война с филистимлянами. Когда войска стали друг против друга, из стана филистимского выступил великан по имени Голиаф. Он кричал евреям, «Зачем нам всем сражаться? Пусть кто-нибудь из вас выйдет против меня, и если он убьет меня, филистимляне будут вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами». Сорок дней утром и вечером выступал этот великан и смеялся над евреями, понося воинство Бога Живого. Царь Саул обещал большую награду тому, кто победит Голиафа, но никто из евреев не решался выступить против великана. В это время в стан еврейский пришел Давид навестить своих старших братьев и принес им пищу от отца. Услышав слова Голиафа, Давид вызвался сразиться с этим великаном и просил царя, чтобы он разрешил ему. Но Саул сказал ему, «Ты еще молод, а он силен и с малолетства привык к войне». Давид отвечал, «Когда я пас овец у отца своего, то случалось, что приходил лев или медведь и уносил овцу из стада. Я догонял его и вырывал из пасти овцу, а если он бросался на меня, то я умерщвлял его. Если Господь прежде спасал меня от льва и медведя, то спасет и теперь от этого филистимлянина». Саул согласился и сказал, «Иди, и да будет Господь с тобою». Давид положил пять гладких камней в свою пастушечью сумку, взял прощу, то есть палку, приспособленную для бросания камней, и пошел против Голиафа. Голиаф с презрением взглянул на Давида, потому что он был очень молод, и с насмешкой сказал, «Разве я собака, что ты с камнями и палкою идешь на меня?» Давид ответил, «Ты идешь против меня с мечом, копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Господь поможет мне, и вся земля узнает, что не мечом и копьем спасает Господь». И вот, когда Голиаф стал приближаться, Давид поспешил к нему навстречу, вложил камень в прощу и пустил его в великана. Камень попал ему прямо в лоб, Голиаф упал без чувств на землю. Давид подбежал к Голиафу, вытащил у него меч и его же собственным оружием отсек ему голову. Увидев это, филистимляне, объятые ужасом, бросились в бегство, а израильтяне гнали их до самых городов их, и многих убили. Саул сделал Давида военачальником. Потом он выдал за него замуж свою дочь. Когда Саул и Давид возвращались с победы, еврейские женщины выходили к ним навстречу с пением и плясками и восклицали «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». Это царю Саулу было неприятно. Он стал завидовать славе Давидовой и задумал его убить. Давид удалился в пустыню и скрывался от Саула до самой его смерти. Царь Давид После смерти царя Саула царем еврейским стал Давид. Давид был самый лучший из всех царей еврейских. Он непоколебимо веровал в Бога истинного и старался исполнять его волю. Он очень много перенес преследования от Саула и других врагов, но не озлоблялся, не поднял руки на Саула, как на помазанника Божия, а всю надежду возлагал на Бога, и Господь избавлял его от всех врагов. Давид был кроток и благочестив. Но случалось Давиду впадать и в великие грехи. Тогда он до глубины сердца раскаивался в них, слезами омывал ночами ложе свое, и после становился еще лучше и еще больше любил Бога. Так вот, однажды под вечер царь Давид прогуливался на кровле на крыше царского дома и увидел очень красивую молодую женщину. Давид захотел иметь ее своею женою. Он узнал, что эту женщину зовут Версавия, и она жена Урии Хитиянина. Урия же в это время был на войне. Война тогда была с амонитянами. У Давида появилось сильное желание, чтобы Урия умер. Этого злого, греховного желания царь не победил в себе и приказал начальнику войска поставить Урию во время сражения так, чтобы его убили. Желание Давида было выполнено. Версавия, узнав о смерти мужа, плакала о нем. Когда кончилось время плача Версавии, царь Давид послал за ней и взял ее в дом свой, и стала она его женою. Так царь Давид совершил большое зло, двойной грех пред очами Божиими. Скоро у Версавии родился сын, а Давид и не замечал, что он совершил великий грех перед Богом. Тогда, по повелению Божию, пришел к царю Давиду пророк Нафан и сказал, В одном городе жили два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькой и растил ее вместе со своими детьми. Она ела, пила, спала вместе с ним и была для него как дочь. Но пришел к богатому человеку странник. Чтобы угостить странника, богатый пожалел своих овец и валов, а взял овечку у бедняка и заколол ее для своего гостя. Царь Давид сильно разгневался на такого человека и сказал Нафану, «Жив Господь, то есть клянусь Богом, человек, сделавший это, достоин смерти, а за овечку он должен заплатить вчетверо за то, что он сделал это и не имел сострадания». Тогда Нафан сказал Давиду, «Этот человек, ты, так говорит Господь Бог. Я помазал тебя в цари над Израилем, я избавил тебя от руки Саула, зачем же ты пренебрег слово Господа? Жену Урии ты взял себе, а его ты убил мечом амонитян. За это меч не отступит от дома твоего. Я воздвигну на тебя зло из дома твоего». И сказал Давид Нафану, «Согрешил я перед Господом». Нафан ответил ему, «Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь, но умрет родившийся у тебя сын». И пошел пророк Нафан в дом свой. Давид понял, как зло поступил он, и глубоко покаялся. Он со слезами молился Богу, постился, лежа на земле. На седьмой день ребенок умер. Велик был грех Давида, но и раскаяние его было искреннее и великое, и Бог простил его. За время своего покаяния царь Давид написал покаянную молитву-песнь, 50-й псалом, которая является образцом покаяния и начинается такими словами. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня». По-церковно-славянски эти слова читаются так. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззакония мои. Наипаче омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня». За великую веру, кротость и послушание царя Давида, Господь благословил его царствование и помогал ему во всем. Он успешно вел войны с соседними народами. Давид завоевал город Иерусалим и сделал его столицей царства еврейского. Вместо обветшавшей Моисеевой скинией, он поставил в Иерусалиме новую скинию и торжественно перенес в нее ковчег завета. Давиду хотелось построить и постоянный храм, но Господь сказал, «Ты не построишь храма, потому что много воевал и пролил много крови. Построит его сын Твой, который будет царем после Тебя». Но в то же время Господь возвестил Давиду, «Престол Твой устоит вовеки». Это значило, что от его потомства произойдет спаситель мира Христос, который будет царствовать вовеки. И мы знаем, что Иисуса Христа часто называли сыном Давидовым. Давид написал много священных песней или псалмов, которые он воспевал в молитве к Богу, играя на гуслях или других музыкальных инструментах. В этих песнях-молитвах Давид взывал к Богу, каялся в своих грехах пред Ним, воспевал величие Божие и предсказывал пришествие Христова и страдания, которые будет терпеть Христос за нас. Поэтому Святая Церковь называет царя Давида псалмопевцем и пророком. Псалмы Давидовой часто читаются и поются в церкви при богослужении. Священная книга, в которой находятся все эти псалмы или песни, называется Псалтырью. Псалтырь – лучшая книга Ветхого Завета. Многие христианские молитвы составлены словами из псалмов этой книги. Давид царствовал сорок лет и умер в глубокой старости. Он еще при жизни своей назначил себе наследником сына своего Соломона. Первосвященник Садок и пророк Божий Нафан помазали его на царство. Перед смертью Давид завещал Соломону, чтобы он обязательно построил храм Божий.